меня поразила другая вещь вот у меня сегодня и моя мой фейсбук и мой вас и особенно мессенджеры все все способы коммуникации со мной просто переполнены людьми которые пишут у вас все нормально у вас все хорошо то есть я думал что на мое день рождения будет шел потоп а вот сейчас потом гораздо больше и тут меня поразило во первых огромное количество азербайджанцев которые никогда раньше мне не писали не написали там чтобы у вас все было хорошо и тогда днем действительно породило а с другой стороны ответ сегодня за забанил двух армянских блогеров которые решили там пойти и поумничать немножко по поводу чужой беды и по поводу того что происходит замечание типа это вам за карабах я сразу там со стерой забанил а другой то начал типа мы снова требуем от всех сторон соблюдать спокойственно людям кажется что это смешно но вообще-то вот то что у нас отмечает и наше министерство диаспоры и наши мониторинговые службы армянский антисемитизм в армянской благосфере он просто бьет последние месяцы иранский антисемитизм ну а то что на территории бывшего советского союза они уже давно на первом месте это как-то я я не понимаю что с ними не только территория бывшего союза но по восточной европе официальные данные организации которая занимается вот замерами антисемитизма по всей восточной европе армения на гордом первом месте у них там 30 процентов населения фактически антисемиты после них с большим отрывом идут идет одна прибалтийская республика потом другие то есть это вы знаете не удивляйтесь что из азербайджана много обращений дело в том что у нас во первых каждый школьник знает что армянские террористические группы асала и другие тренировались в лагерях палестинцев и ясер арапад свое время называл их своими братьями что эти асала это группировка асала террористов которые убивают турецких дипломатов которые участвовали в войне в карабахе приходили уничтожали азербайджан население у них из этими палестинскими террористами одна и то же полевые базы они вместе тренировались вместе готовились и поэтому у нас не может быть другого отношения тому что происходит но то что вы сказали подтверждение этого я скажу я не хотел об этом говорить но я утром просматриваю все социальные сети и мои помощники мне в этом помогают и один из них мне дал просто информацию в одном из армянских телеграм-каналов гордо написали что армянская община палестины выразила полную поддержку действиям хамас выступила на их защите что мы вместе с вами это понятно я могу сказать про мои друзья армян которые живут в израиле я не ну они безусловно не такие люди которые живут в израиле но вообще это ну немножко ну то есть я обнимать им радоваться чужому горе это вообще очень плохая плохая примета да они а то что вот я понимаю вот у палестинцев у нас конфликт плетенцы хотят чтобы сбросить нас море да там я не знаю но с армянами у нас вроде бы не было такого конфликта но вот можно сказать там после последней войны после 44 дневной войны но мониторинговые службы начали фиксировать армянский антисемитизм задолго 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 а даже задолго до того как это это из началось военное сотрудничество израиль и азербайджан так что причина не в этом это что сегодня на территории армении ну кочунственно осквернена единственная синагога а после этого есть публикации там несколько организаций я не знаю существующих нет организации взяли на себя ответственность за это ну как выглядит как-то гадко опять таки главное лицо армян российской федерации маргарита симонян тоже выразил эту свою не чисто обосторженность по по этому поводу почему не но вот непонятно то есть если происходит какой-то теракт в российской федерации ну я и большинство израильтян в большинство израильских сми пишут о том что вот произошел может быть можно чем-то помочь может быть чем-то можно посоветовать интернале то есть никогда не а вот там взрывы в российском метро или взрыв в российском домодедово не вызывали у людей ну злорадство почему это вызывает злорадство у главной пропагандистки российской федерации маргариты симонян мне мне непонятно честно говоря потому что берегите карму люди да ведь вы знаете я смотрел один раз репортаж армянского редакции радио с вам не азербайджанской именно армянской и даже они были возмущены тем что в центре еревана возвеличили памятник нжд на его открытие пришел премьер-министр это президент армении и даже вот армянская редакция радио свободы писала что они взяли за идеологическую платформу учение нжд и ставят ему памятники но он же был фашистский идеолог идеология нжд это пещерный антисемитизм главные враги это нжд были и большевики и евреи прямо калька с адольфа гитлера единственное что он туда добавлял еще турок и азербайджанцев да вот это они назвали государственной идеологией это было включено в программу правящей партии сержа саркисяна что идеология нжд является нашей идеологии вот такой идеологической атмосфере воспитываются они но я хочу вернуться все-таки к событиям когда-то ну я недавно вспоминал это в разговоре с россиям мусабеку я на него в эфире наехал по поводу того почему азербайджан сейчас не считает людей которые не публикует данные сколько прошло через контроль на пропускной пункте на вас на вас тоже наезжал по этому поводу не делаете свои вещи информационной войне которые нужны и оставляете поле для противнику и вот я наехал и он там что-то защищался не очень мело потом я сам вспомнил что я ровно так же наезжал когда-то на израильского замминистра обороны тогда потом большого друга азербайджана человек который делал очень много именно для военного сотрудничества с азербайджаном это эфраим осны израильский политик говоришь по-русски и в 2000 году когда у нас началась энтифода он делал такую встречу закрытую для людей которые работают с прессой там для журналистов и я начал говорить ну вот мы же проигрываем информационную войну мы ведем себя неправильно и так далее и так далее вот ровно как россии ответа вот они выигрывают по картинке да они выигрывают по картинке ну когда женщина на крыше автомобилей или там трактора едет то конечно такой картинки трудно что-то с собой ставить так вот а эфраим снэм в 2000 году мне сказал смотри когда стоит солдат с автоматом а против него подросток с камнем понятное дело что все симпатии на стороне по подростка картинка выигрывает не стоим другое но сторона которая ставит на такие картинки она с этими картинками останется вот это абсолютно точная вещь и сторона которая ставит на злорадство по поводу смертей по поводу убийств а вот теперь вот вам вот она и останется с этим злорадством и так это поведение лузеров это поведение проигравших